Всем привет! Сегодня предлагаю сделать новогоднее украшение. Для этого нам понадобятся полоски бумаги, можно газету шириной 8, а длиной 31 сантиметр, тонкая спица. На спицу нам предстоит накрутить полоску бумаги и сделать бумажную трубочку. Продавливаем спицей бумагу и начинаем скручивать. Должен появиться характерный звук треска. Это значит бумага правильно натянута. Аккуратно скручивая, стараемся сохранять острый угол между спицей и полотном бумаги. При правильном углу у нас остается маленький вот такой уголочек, который мы подклеиваем клеем. И спицу вынимаем, скручиваем, подклеиваем. Пользуюсь я вот таким клеем. Рабочие трубки имеют один кончик пошире, другой поуже. Для того, чтобы трубку можно было вставлять одна в другую. Для работы нам понадобится трубочки потолще. Ширина бумаги 11 сантиметров, длина 31 сантиметра. Точно так же на спицу мы накручиваем бумагу, соблюдая острый угол. Затем подклеиваем клеем. Трубка делается совершенно одинаково. Единственное, она чуть толще рабочей трубки. Это трубка-основа или стойка. Нам понадобится сделать 200-250 рабочих трубок и около 50 толстых трубочек-стоек. Необходимо, чтобы все-таки трубки были разные. Стойка потолще, а рабочая потоньше. Нам понадобится для работы обычная водная морилка цвета эмберное дерево. Выливаем ее в емкость. У меня это крышка от икеевской коробки. Чтобы не измарать руки, лучше надеть перчатки. И опуская трубочки в краску, мы пропитываем их. Затем, когда они пропитаются, сольем лишнее и положим на заготовленную поверхность. Выкрашиваем так все трубочки стойки. И теперь приступаем к покраске рабочих трубочек. Я практически все рабочие трубки выкрасила одинаково. И только 50 штук сделала посветлее. Просто в морилку добавила воды и вот такой цвет у меня получился. Если трубки у вас засохли, перед работой их необходимо смочить водой. Они должны быть податливыми и в местах сгиба не ломаться. Для этого нужно хорошо промочить трубки и дать им время полежать. Начинаем процесс работы с подготовки трубок основ. Нужно нам 8 штук. Мы складываем их узким концом в одну сторону. Затем мы склеиваем все конечки по очереди в одну кучку. Скручиваем и создаем острый кончик. Затем мы начинаем работать рабочей трубкой. На нее мы наносим клей и начинаем обертывать ею по кругу сложенные вместе трубки основы. Для того, чтобы кончик не уходил, я зафиксировала его бельевой прищепкой. И вообще хочу сказать, что бельевых прищепок нам нужно будет несколько, поэтому советую заготовить их сразу заранее. Когда рабочая трубка заканчивается, я просто подклеиваю к ней еще одну рабочую трубку. Обрезаю кончик, мажу клеем и наращиваю. Поэтому очень важно при создании трубок соблюдать это правило, что один кончик пошире, другой кончик поменьше. Теперь мы начинаем оборачивать уже второй трубкой. Но она тоже в итоге подойдет к концу. И я наращиваю третью рабочую трубку. Сделаю буквально пару оборотов. И теперь беру следующую рабочую трубку, вторую. Мажу ее клеем и подклеиваю под первую рабочую трубку. Вот таким образом. Даю высохнуть, чтобы она у нас не вылетела. После этого, собственно, и начинается процесс плетения. Две трубки-стойки я отделяю и завожу за них рабочую трубку. После этого я перехлёстываю рабочие трубки. И та, что была над, уходит за рабочие, за стойки. Вот, две стойки я отгибаю. И туда отправляю рабочую трубку. А эта рабочая трубка идет наверх. Рабочую трубку вниз. А эту рабочую трубку за две стойки. И таким образом я продолжаю плести 8-10 рядов. Рабочую трубку за две стойки. Эта рабочая трубка наверх. И теперь та, что была наверху, я буду отправлять за трубки-стойки. И продолжаем плетение. Если сейчас процесс плетения не совсем понятен, нужно просто просмотреть видео чуть дальше. Там, когда конус начнет расширяться, плетение станет более понятным. Оно очень простое. С ним справится легко даже ребенок. Заводим за трубку. А нижняя получается над трубкой. И продолжаем плетение. Самое сложное в этом плетении это начало. Дальше будет значительно проще. Заводим за трубки основы, над трубкой основы. И продолжаем плетение. Когда заканчиваются рабочие трубки, уже понятным способом мы их наращиваем. После наращивания плетение продолжается точно такое же. Трубки основы при плетении слегка начинаем раздвигать. Ну, то есть тянуть их на себя. Потому что нам в итоге нужно создать форму конуса. Трубка закончилась. Наращиваем снова. И продолжаем плетение. Для того, чтобы кончик конуса загибался, его нужно загибать сейчас, пока изделие влажное. Теперь мы будем оплетать не по две трубки стойки, а по одной. Каждую трубку стойки мы будем оплетать отдельно. За счет этого конус начнет увеличиваться. Сейчас плетение кажется слегка неровным и неаккуратным. Ничего страшного. Когда мы пройдем несколько рядов, все выровняется. Трубки стойки раздвигаем друг от друга как можно дальше, чтобы можно было в этом промежутке сделать перехлест рабочих трубок. Приходится прилагать усилия и подтягивать их. Вот такой конус у нас уже начинает расходиться. И продолжаем плетить. Плести уже на каждой стойке по кругу, периодически наращивая рабочие трубки. И трубки основы пальцами при каждом плетении мы уже оттягиваем по направлению от центра. потихоньку, не сразу, чтобы наш конус начинал расходиться вширь. трубки основы пальцами при каждом плетении. Проверяю на верхнем плетении. И обрезаю по стойке. Валеряем. Валерем. После разделения трубок стоек по одной проплетаем порядка 6-7 рядов. Теперь расстояние между трубками и стойками стало слишком большим и нам нужно его немного сократить. Для этого мы берем трубки стойки и вклеиваем их рядом с уже имеющимися трубками стойками, так чтобы трубок стоек снова стало по две. Именно поэтому я люблю использовать этот столярный клей. Он очень густой и быстро сохнет. Обычный клей ПВА сохнет гораздо медленнее. Подклеиваем рабочие трубки и продолжаем плетение. Но теперь у нас уже снова мы оплетаем по две трубки стойки. А ход рабочих трубок он сохраняется. Теперь нам предстоит сделать несколько рядов, где мы будем оплетать сразу по две трубки стойки. Одну рабочую заводим за две трубки, другую над. Перехлестываем между и продолжаем плетение. Сейчас ход плетения более понятен, потому что круг становится шире. Периодически подтягиваем рабочие трубки, чтобы плетение было более плотным, и пальцами придавливаем плетение вниз. Расстояние между трубками увеличилось, между трубками стойками. И теперь мы начинаем оплетать, как уже это было, каждую трубку стойку отдельно. Сложно здесь, только в этом первом ряду. Дальше будет попроще. Прижимаем рабочую трубку. Стараемся раздвинуть трубки стойки подальше друг от друга, чтобы между ними мы свободно могли делать перехлёст. И продолжаем. Вот такой рожок у нас уже получился. Регулировать высоту рожка вы можете сами. Если вам такой высоты достаточно, то здесь можно и остановиться. Я в процессе плетения буду делать три рожка, и все они будут разной величины. Итак, сейчас мы приступаем к новому процессу. Нам нужно сделать четыре рабочих трубки. Две рабочих трубки у нас есть, а еще две я подклею за трубки стойки. В итоге вот у меня четыре рабочих трубки. Мы берем самую крайнюю рабочую трубку и заводим ее за самую первую свободную трубку стойку. Это новый вид плетения, он называется жгут. Он более объемный и смотрится довольно симпатично, при этом простой. Заводим рабочую трубку за следующую свободную стойку и продолжаем так плести по кругу. Заводим за следующую трубку стойку. Так как круг у нас еще маленький, он довольно быстро у нас будет сплетен. Но все же один раз нарастить трубки придется. Наращиваем четвертую рабочую трубку и начинаем плести. Заводим за следующую свободную. Упс, оказалось круг то и закончился. Так так так, убираем наращивание, оно пока нам не нужно. Подклеиваем кончик и засовываем его за трубку стойку. Фиксируем его туда. Следующая трубка нам тоже по сути не нужна. Убираем это наращивание и подклеиваем в это же место. Для того, чтобы крепление не разлетелось, его можно зафиксировать бельевой прищепкой. Оставшиеся две палочки мы убирать не будем. Они продолжат у нас плетение. Продолжать будем обычную веревочку. Теперь нам нужно будет спрятать хвостики рабочих трубок. Делать легче это с помощью той же спицы. Вот таким образом. Можно теперь подклеить клеем и отрезать рабочую трубку. Я не заканчиваю процесс плетения. Просто сейчас мы будем делать воздушные окна. Этого можно не делать. Можно продолжать плести веревочкой конус до той величины, как вам хотелось бы. Но мое украшение предусматривает наличие воздушных окон. Поэтому я покажу, как я их сделала. Но предварительно нужно проклеить все места, где выходят трубки-стойки. Буквально капнув туда клеем. Удобнее это делать маленьким тюбиком клея. Но у меня его не оказалось, поэтому пришлось клеить так. У меня все проклеено. Все хвостики подклеены. Теперь рабочую трубку мне можно будет отрезать. Отступаем 2,5 см. И приклеиваем рабочие трубки. Можно взять светлый тон. За широкое место на трубку основы. Вот таким образом. Чтобы не отклеилось, тоже можно зафиксировать бельевой прищеп. Теперь точно также подклеиваю и вторую трубку. Трубки у меня подсохли. Теперь можно продолжить плетение. Это 2 рабочие трубки. Мы продолжаем уже знакомое плетение. Да, очень важно, чтобы окошечки все же были ровными. Хотя, если честно, не очень удобно плести с бельевыми прищепками. Пожалуй, я их сейчас сниму. Я решила, что фиксировать прищепками буду не до плетения, а после него. Так удобней. Причем я буду их прищепывать и над и под косичкой. Так, ну вот, круг косички у меня замкнулся. Теперь мне нужно снова будет нарастить рабочие трубки. Чтобы их стало 4 для плетения объемного жгутика. Я подклеиваю на трубку основу одну рабочую и на следующую точно также подклеиваю еще одну рабочую. Даю им подсохнуть. Конечно, сейчас очень много разных трубок и непонятно, собственно, что происходит. Но уверяю, все просто. Теперь у меня снова 4 рабочих трубки. И сейчас мы будем делать уже знакомый жгут. Усложнить нам процесс только то, что придется это делать, скажем так, в воздухе. Первая рабочая за первую свободную трубку основы. Закрепим, чтобы она у нас никуда не уехала. И продолжаем. Следующая рабочая трубка за следующий свободный столбик. Прижимаем и пальцами, прижимаем и прищепками. Будет казаться, что что-то идет не так. Не расстраиваться. Все нормально. Просто плетение получается вот таким воздушным. Прищепки нам в помощь. Так что они все закрепят. Рабочую трубку заводим за следующую стойку. И продолжаем так плести, слегка мучаясь по кругу. Все будет хорошо, все получится. Продолжаем плетение. И оно уже подходит к концу. Там буквально осталось несколько заходов за трубки. И так завели рабочую трубку за основу еще раз. И еще раз. И собственно все мы практически замкнули круг. Теперь нам будет необходимо две трубки рабочих убрать. Потому что мы будем продолжать плести рабочими трубками обычную веревочку. И я уже наклеила рабочую трубку темную. Оставим пока рабочие трубки. Пусть они подсохнут. А сами продолжим плести веревочку. Позже мы их сможем легко отрезать. Ну вот. Первый ряд веревочки у нас практически завершен. Так как расстояние между трубками основами снова выросло. Необходимо нам вклеивать двойные трубки основы. И таким образом дополняем мы по всему кругу трубки основы. Пройдя буквально два круга. Мы разъединяем трубки основы. И начинаем оплетать их каждую отдельно. Таким образом мы проплетаем еще 6-7 рядов. После того как эти ряды пройдены. Мы приступаем к финальному кругу нашего конуса. Для этого необходимо подклеить рабочие трубки 2. Как мы уже это делали за трубки стойки. Дабы увеличить наши рабочие трубки с 2 до 4. Те трубки которыми я плела я их сейчас немного наращу. И можно будет финалить наше изделие жгутом. Берем крайнюю рабочую трубку. Заводим за первый свободный столбик трубки основы. Все подтягиваем, все держим в натяг. Рабочую трубку за трубку стойку и так далее. Все ряд пройден. Теперь нам нужно сделать два крепления. Для этого трубки основы я отрезаю и завожу вот таким образом. Я их склеиваю между собой и обворачиваю по кругу рабочей трубкой. Вот такое незамысловатое, но красивое крепление получилось. Именно за это крепление и будет впоследствии крепится эта корзинка. С обратной стороны постараемся в одном и том же месте сделать еще одно крепление. Все то же самое. Скрепляем сначала между собой трубки и затем оборачиваем их рабочей. Крепление готово. Теперь все трубки стойки нужно срезать и промазать клеем. Вот такой конус получился, но это самый большой конус. Этот конус у меня самый маленький, а это средний конус. Я покрасила обычным акриловым лаком. А это эмаль, который я слегка запатинировала конусы. Теперь нам понадобятся шишки и вот такие блестки. Я сделала вот такое украшение. Шишку приклеила на шпажку и залила горячим клеем. Шишку красила белой акриловой краской. Вот такая шишка получилась. Теперь я промажу все это клеем ПВА и посыплю блестками. На самом деле неплохое даже самостоятельное украшение. Сами палочки я тоже покрасила белой краской. Ленточки фиксирую на ушках, но сразу забегая вперед скажу, лучше их не пришивать, а завязывать, если будете выбирать такие же ленточки. Как-то так это должно висеть. Осталось повесить только самый маленький. Взяла губку для композиции живых цветов для того, чтобы моя елочка сохранилась подольше. Нарезаю квадратиками и поливаю свою зеленую губку. После этого хвоя сохранится гораздо дольше. Можно использовать что угодно. Можжевельник, любую хвою, сосна, елка, что окажется у вас, что растет у вас ближе. Вот так миленько получилось. Я здесь использовала разного цвета хвою. Теперь это мы дополним двумя серебряными шарами, можно тремя, как вам больше нравится. Ну и само собой, мы же не зря делали шишки. Теперь мы вставляем шишки. В губку, в которой у нас воткнута хвоя, очень хорошо заходят шпажки, на которых приклеены шишки. Украшение получилось очень выдержанным, красивым, элегантным и в то же время простым. Собственно соблюли все правила наступающего года, года серебряного быка. И наш конус можно назвать не корзинкой, а рогом изобилия. Прежде чем повесить, поставила в стеклянную вазу. И мне показалось, так тоже смотрится очень даже хорошо, если туда вовнутрь насыпать маленьких шариков. Вот так выглядят мои три конуса. Сейчас мы их подготавливаем к тому, чтобы установить на место. Висеть они будут на палке. У меня на сегодня, пожалуй, все. Не переставайте удивляться. Удивляйте и радуйте близких. Крепкого вам всем здоровья! С наступающим вас Новым Годом! Всем удачи! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok